И так, 0-4 во втором сете, 0-4 во втором сете, 40, больше элементовая нападача. Парни нападают, первый мяч не проходит. И, как нравится эта нападская шоцкука, берут девушку в день, и счет становится 1-4. Демонтова Олешина проигрывает, пока что во втором сете. И так, друзья, еще раз я с вами комментатор Борис Искариков. Время 15 часов 7 минут. 23 марта 2016 года, среда, мат второго круга парного разряда турнира второй категории ТУЕ. В возрастной группе 14 лет и моложе встречается команда игроков из России. Семья Олешина и Голота Деменчева. Эту девушку в каких-то светлых, салатовых футболках. Желтых футболках Мария Тимофеева на подаче. И Виктория Конопадская, Беларусь. Виктория жестко закрывает сетку. Жестко закрывает сетку. И 15-0 на подаче Тимофеева. У сетки Конопадская пугнула Дементьеву. Та решила сыграть Корсея в результате ошибок и боковой линии. 30-15 на подаче Маши Тимофеевой. Нужно договорить, что Маша не форсирует первым мячом. Он просто пойдет в центр упадящего. И безупречно у сетки Конопадская. Просто безупречно. Чувствую мяча. Понимает, когда вовремя отойти пробить смеш. Это очень хорошее качество для парного игрока. Грамотно сыграли девушки, в принципе. И Ксюша Алешина с воздуха. Не стала дожидаться, пока мяч опустится. Ксюша положила драйвом с воздухом мяч в открытую часть площадки. Смотрела очередная ошибка через коридор. Уже десятая по счету. И так мы уже неоднократно обращали ваше внимание при описании данного матча. Что это где-то десятая ошибка по счету, когда дает Тимофеева-Конопадская, а будет соперниц через коридор. М-да. М-да. Ошибается Мари, но абсолютно правильное игровое было решение. Туда надо было бить, потому что коридор в очередной раз был открыт. В случае попадания, как бы, шансов выиграть это очко или как-то разбить мяч у Елизаветы Дементьевой просто не было. 15-0 подает Алешину. Нет подачи. А вот это порядка 5 сантиметров по длине. Зато вторая подача безупречная. Но если бы на другой стороне не стояла такая спортсменка, как и Виктория Конопадская, Которая на косой удар ответила еще косее и без шансов. По 15-ти. Сидина проходит первый мяч и она подает вторым мячом. Маша срывает удар. Ну, в принципе, это бывает. И преимущество у дуэта Алешина Дементьева. 30-15 подает Ксения. Не проходит первая подача. Достаточно большой ауди. Безупречная вторая, в принципе, Ксения. С достаточным вращением. О, вот. Кокремой. Блин. Ну, тем не менее. Канопадская активно принимает. Ошибается. Мерезавет с воздуха. По 30. Безупречная. Безупречная. Безупречная усепка Дементьева. Безупречная Дементьева усепка в данной ситуации. Определенные чемпионские свойства игрока в такой ситуации, на таком счете, пойти на перехват и грамотно обработать мяч с воздуха. Не было первой подачи. Справедливо. Ровно. Ровно. И решающий мяч. И, в общем-то, это матч-больный мяч у дуэта Тимофеева-Конопадского. Это матч-больный мяч. Подает Ксения Алешина. Эй-мя. И это матч-больный мяч. Верно. А вот как конопатские удары. И счет становится 5-2 в пользу дуэта Тимофеева-Конопадская. И они сейчас выходят подавать на матч после перерыва. Девушки споют и идут на прием. Алешина принимает в первом квадрате, Дементьева занимает позицию внутри порта. Дементьева вновь занимает всякие площадки. И ее пытаются пройти, но она уже контролирует коридор. И обводящий удар Конопад, чтобы он не слишком жесткий пламом ракеты Дементьева. Грамотно идет на перехват Тимофеева, очень профессионально. Перехватывает мяч. Великолепный выход и перехват. По 15-м. В первом, по второму сетку. В первом, по второму, по второму, по второму, по второму. Выноска на трех, перехватывает мяч. Но это, в общем-то, справедливо. Потому что где-то на третьем, четвертом мяче Конопадская создаёт определенное давление на соперницу и на состояние. Это очень трудно контролировать мяч одновременно. и контролировать матч и контролировать соферн. И вот уже 40-15 на подаче камерпадской, она имеет двойной матч-болк. Свеча, в общем-то, была выполнена правильно, тактически, но нужно было перебрасывать нож, ошибуясь конопаткой. В очередной раз Конопатская грамотно, абсолютно грамотно пробивала через коридор, это, в общем-то, было справедливое направление, но Ксюша уже контролировала коридор и заставила Конопатской немножко ошибиться. Ну, вот был где-то сантиметров 10 за боковой линией. Судейская ошибка. Судейская ошибка. Гейм-сет-матч. Конопатская и Тимофейда. Ну, очевидно, что байл-аут выполнен сделал еще, но, к сожалению, судейство далеко не безупречно на данном турнире. Нужно это признать. Итак, уважаемые друзья, расчет там 7-5, 6-2. Победу одержал дуэт Конопатская-Беларусь. Тимофеева Россия. Девушки Алешина и Дементьева уступили в данном матче второго круга. Продолжение следует...